между республиками вооружённой силы. Практически мы, когда оценили этот договор, получалось, что Советский Союз распадается где-то на 170-108 государств. Потому что если субъектом подписания союзного договора становился, допустим, мой родной в Красноярском крае Евенкийский национальный округ, то с какой радостью он становился на совершенно одинаковых правах с тем же Азербайджаном, с той же Грузией и с тем же Таджикистаном. И когда мы всё это оценили, мы поняли, что это полный крах, полный развал. Это катастрофа в полном смысле этого слова. Это был шок для всей страны, для всех, даже все на высшем руководстве. Этот договор 20 августа и поставить таким образом со мной весь мир перед фактом, что Советского Союза нет. Ну и когда мы поняли, что в Советском Союзе здесь осталось только два дня, не больше, мы решили пойти на эти меры. И для того, чтобы... Крымский полуостров известен своими курортами на берегу Черного моря. Во время переворота Горбачёв с семьёй отдыхал на своей президентской даче у берега моря. 18 августа к нему приехали представители правой политической фракции. Их было шестеро. Это были секретарь партии Олег Шенин, начальник штаба Валерий Болдин, главнокомандующий пехотными войсками Валентин Варенников и работник КГБ Вячеслав Генералов. Шенин сказал, что целью этого визита было заставить Горбачёва подписать объявление о чрезвычайном положении. И мы приняли решение, что надо лететь в Форос. Надо вообще поставить перед президентом вопрос, что подписание договора такого вообще невозможно, что надо думать о принятии мер по восстановлению конституционного строя. Горбачёв не ожидал прихода гостей. Прилетели мы туда. Значит, Горбачёв, ничего не подожмевая совершенно, сначала сказал, что я в отпуске, я болен, и я ни с кем встречаться не хочу. И когда Валерий Болдин к нему подошёл персонально и сказал, что Михаил Сергеевич, нам необходимо с вами поговорить, потому что вопрос жизни и смерти страны. И надо принимать какие-то кардинальные решения. И он там, ну, давайте, заходите. Зашли все в кабинет к нему. Он себя чувствовал плохо. У него болела поясница, ему делали массаж. Блокаду, по-моему, мы делали. Потом он вышел, вышел, замотанный в такой шерстяной пуховый платок. Говорим, что прочитали договор, вообще нас волнует судьба. Судьба страны, судьба народа, судьба конституции, судьба строя. Вот у меня, видите, вот на столе лежат бумаги, я сижу, пишу как раз по этому поводу статью, хочу, чтобы она была опубликована в правде. Ну, Валентин Иванович ему говорит, что, Вареников, что сейчас уже статьей-то, в общем, дело не по праве, сейчас надо меры принимать. В том числе, значит, вот ввести чрезвычайное положение там, где это необходимо. Он мне говорит, Валентин Иванович, это вы военные, думаете, так быстро можно, ать-два. Нет, он говорит, что вот это самое чрезвычайщина, как он говорит, это пулеметы, автоматы, это кровь, не десятки погибнут, а тысячи будет погибать. Горбачева хотели заставить отказаться от подписания нового договора и, провозгласив чрезвычайное положение, восстановить прежнюю систему. Что вы от меня хотите? Ему прямо сказали, Михаил Сергеевич, мы подготовили проект указа, если вы согласны с нашим мнением, то подпишите его. Я ничего подписывать не буду. У вас там на хозяйстве находится Янаев, Павлов, вы тут все, поэтому принимайте решение сами. И, короче, он их в мягкой форме выгнал. Больше не стал слушать ничего. Ну, Вареников говорит, если вы так считаете, что, в общем-то, меры никакие нельзя принять, являясь президентом, то тогда вам надо просто подать в отставку, потому что друг так спокойно заявляет, ну, что-то с вами, все равно у вас ничего не получится. А потом вот эти начались. Мы поднялись и попрощались за руку, кстати говоря, и оттуда ушли и улетели. Да. Горбачев отказался выполнить настойчивую просьбу и остался на даче. Помощник президента Анатолий Черняев в это время работал в кабинете на президентской даче. Он подтвердил, что приехавшая к президенту делегация перерезала все телефонные линии в доме и рядом с ним. Приехал. Снимаю трубку, она молчит. Четыре телефона у меня. Разные там. Самый главный такой закрытый телефон и потом внутренний и так далее. Четыре телефона. По очереди снимаю трубку, телефоны молчат. Генералов ко мне. Мы с ним были знакомы. Я говорю, в чем дело? Что происходит? Я говорю, я даже не могу уехать ночевать. Анатолий Сергеевич, я солдат, я выполняю приказ. Отсюда, как он выразился, мышь, мышь не проскочит. Во время переворота было объявлено, что Горбачев находится под домашним арестом и не имеет права ехать в Москву. Но правые политики отвергают эту версию событий. Связь отключена была только в кабинете Горбачева. Во всех, все остальные телефоны были включены. у меня был телефон такой в гостевом доме, по которому Черняев мог позвонить. Плюс автомашины имели точно такую же связь. Его личные автомашины были. Потом пришел ко мне Анатолий Сергеевич Черняев с просьбой. «Мне нужно уехать в Москву». Я говорю, «Пожалуйста». Потом он, услышав, что я так свободно его отпускаю, пошел к Михаилу Сергеевичу, перезванивает мне по телефону внутреннему, говорит, «Нет, я никуда не полечу, я останусь с Михаилом Сергеевичем». Вот так как он отказался действовать решительно вместе с нами, мы решили его задержать там в Форосе. Да, конечно, изоляция была какая-то, но вместе с тем он мог связаться по телефону в любое время, потому что машина стояла, телефонная там на объекте рядом с ним. Дальше он мог вернуться в Москву. Мы предлагали, чтобы он поехал в Москву. Рассказываю, рассказываю, рассказываю полное, вранье, ни по каким домашним арестам он не был. 770 человек охраны. 770 человек. Если взять пограничников, милицию, там, 9-е управление, 770 человек охраняет дачу Фороса. Ну, возьми, арестуй нас. Ну, если ты вообще за то, чтобы это было, переживаешь за то, что происходит в государстве, ты считаешь, что они вот такие и сякие, но арестовывай нас, там оставляй, езжай себе и принимай меры. Горбачев утверждает, что лидеры переворота ограничили его свободу. Они же заявляют, что Горбачев сам предпочел оставаться на даче и наблюдать за ходом событий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok